Героями не рождаются, героями становятся. В День Героев Отечество в спортивном комплексе Орион подвели итоги регионального проекта «Школьная спортивная лига», который реализуется на территории Ульяновской области с 2015 года. На территории региона «Школьная спортивная лига» работает как своеобразный старт для любых достижений. Вот этот физкультурно-оздоровительный комплекс Орион создан как некая методическая база, в которой готовят в том числе и судей, и инструкторов, и руководителей клубов. И у нас есть четкая цель от школьных побед к олимпийским вершинам. Мы этой цели следуем. Несмотря на слухи и разговоры вокруг российских спортсменов, наши тренеры продолжают готовить чемпионов, настоящих героев нашего времени. Только каждодневные тренировки и огромное желание делает из юных спортсменов настоящих легенд. Мы готовим ребят к достижению больших спортивных успехов без употребления каких-нибудь допингов и запрещенных препаратов. И при этом они вырастают и достигают больших результатов спортивных. А результаты и достижения уже заставляют гордиться нашими спортсменами. Например, женская волейбольная команда спортивного клуба «Гелиус» заняла первое место в школьной спортивной лиге. За это девушки были удостоены золотого знака. Сложно оставаться девочкой и быть спортсменкой, потому что спорт не мешает, а наоборот вырабатывает какие-то особенные черты характера. Каждый спортсмен в душе герой, потому что каждый идет к своей цели и добивается этого. Все эти успехи, конечно, во многом зависят от работы тренера. Помимо знаний, умений и навыков, они вкладывают душу в будущих чемпионов. Именно они и знают, от чего зависит успех. Это зависит от ребенка, от темперамента его, от характера, от стремления завивать какие-то призовые места. Ну и, наверное, есть какая-то моя часть, роль в этом, потому что нужно убедить ребенка, что это ему надо, что этот спорт и его здоровье и жизнь ему может воспригодиться. Проект «Школьная спортивная лига» планирует расширять свои границы. В планах руководителя организовать еще множество соревнований, в том числе межрегионального и даже международного уровня. Кристина Жакот, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.